Здравствуйте. 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 О чем поговорим? Я общаюсь по истории. Тема Голодомор. Ага. Страшные события были. Ужасные. Самый большой ужас в том, что они искусственные. Ну да, есть такое. Угу. Насколько я помню, там с Советским Союзом торговали только зерном. Ему, если он хотел в грядущей войне победить, то ему нужно было пожертвовать чем-то. Вот он пожертвовал людьми своими. В какой войне? Что? В какой войне ему нужно было победить? В Великой Отечественной. А когда она началась? В 41-м. А Голодомор когда был? 32-й, 33-й, насколько я помню. Угу. Так, каким образом это с войной связано? То, что она продавала все зерно и не оставляла ничего людям? Подготовка-то началась уже после Первой мировой войны, извините. После того, как большевики победили еще в гражданской войне, вот так скажем. Подготовка к чему началась? Ко второй мировой. Ко второй мировой. Ко второй мировой подготовка началась? Из зерна в 32-м году? Да. А кто про это знает? Кто про это знал, вернее сказать? Да, многие про это знали. Например? Ну, руководство страны точно знало. Ну, где мне про это почитать? Сами посмотрите, подумайте. Подумать? Версальский мир просто почитайте. И еще раз, где мне почитать, что в 30-м, 32-м году была уже подготовка Второй мировой. Да, уже после Первой мировой, после заключения мира, после Первой мировой войны, люди говорили, причем не в России говорили, а говорили там, на Западе. А где мне про это почитать? Кто это в телевизоре? Не знаю, пошукайте. Я давно про это читал, уже сейчас не помню где-то. Интересно. Очень интересно, конечно. Ничего не понятно, но очень интересно, знаете. Слушайте, а у меня вот такой вопросик. Я вот конкретно читал историка Конквеста, брата. В 1988 году у него работа вышла «Жат во скорби». На странице 349-350 он писал, что гнили, гнили продукты. Не все экспортировались, а большая часть их гнила на складах просто. В то время, когда в селах особенно голодали миллионы. Да, было такое, и такое тоже было. Это с чем связано? Если все ишло на продукту, экспорт? С неразберихой было очень сильно связано. А почему? Потому что есть очень плохие люди, которые для себя чего-то делают. Хорошо. А еще очень ленивые люди есть, которые не хотят делать то, что им указывают. Не знаю, как это все связано, но давайте другой вопрос. Почему на странице 351-352 конкурс пишет про то, что есть сведения, что пограничники не выпускали, например, с РСФСР каких-то граждан, родственников, родственников тех, кто умирали там в Украинской РССР от голода? Их не пропускали с хлебом, чтобы помочь? Не знаю. Отбирали все, конфисковали и те либо ехали без ничего и таким образом ничем не могли помочь, либо возвращались назад? Не знаю. Не могу вам ответить на этот вопрос. Это тоже подготовка такая, какой не было? Про это не знаю. Возможно, нет. Возможно, да. Про это тоже не знаете. Угу. А зачем вот, скажите, издался указ 7 августа 32 года о трех колосках или пяти, как он в народе называется? Угу. Сталина. Я не знаю. Сейчас напомню тех подробностей, событий тех. Там в следствии этого ставились сторожевые вышки на полях, чтобы контролировать, не дай бог, кто-нибудь хоть какой-то один колосочек сорвет для того, чтобы самому уже пропитаться, хоть чуть-чуть, хоть что-то. Его могли либо расстрелять, либо на 10 лет сослать? Да, могли. Печально очень. Печальные события. Я же говорю, страшные события. Угу. А, так вы, в принципе, не отрицаете того, что это была искусственная политика советской власти? Конечно искусственная. Я же объяснил, чем она обоснована. И то, что это геноцид, тоже не отрицаете? Геноцид это никто не признает геноцидом. Почему-то в западной Польше, не в западной, в восточной Польше, на западной Украине тоже был голод. Не знаете из-за чего? Там тоже принуждали. Так, тут уже поинтереснее. Скажите, а никто, никто, это 31 страна мира? Признали голодомор украинцев? Геноцидом. А, геноцидом. Угу. Это никто, типа? 31 страна мира? Ну, если считают так, пускай считают. Ну, вы же сказали никто. Так, все-таки кто и очень даже много. Это Россия не признала только. Беларусь там. Да, вообще не признал. Хотя в Беларуси тоже частично, частично тоже были голодные бунты. Ага, и в Поволжье были. И в Северном Казахстане были. В Казахстане тоже, да, умерло до полтора миллиона человек. Вообще официально 1,2? На Урале гибли люди. На Урале гибли. В Москве, да, в гибли тоже? Тоже не исключено. В Санкт-Петербурге гибли. А где мне про это прочитать сведения, что в Москве, в Санкт-Петербурге кто-то гибли? Почитайте. Вас не интересует эта тема. Ищите материал. Правильно. Я вот нашел материал за 2013 год. Издание, этот материал Международной науковой конференции от 20-21 ноября 2013 года. Собственно, на странице 285-288 пишется буквально статистические данные. Какая была смертность, где кто погиб и так дальше. Вот в всем СССР получилось погибло около 8,7 миллионов человек. Из них в Беларуси 67 тысяч. 8,7 миллионов, ну то есть 8 миллионов 700 тысяч. В Беларуси 67 тысяч, в Закавказье 40 тысяч, в Казахстане 1,2 миллиона. В СФСР это только там по Воложье и часть Ставропольский край и так дальше. 3,2. В Средней Азии 158 тысяч. Украины 3,9 миллиона человек, то есть почти 4. И даже в Приднестровье 25 тысяч. Вот это четкие данные. Да. Вот это четкие данные. Про Москву, Санкт-Петербург абсолютно никаких данных нет. Никто там не голодал. Значит не погибли. Значит в Санкт-Петербург почему-то, где пшеница не так родит, как в Украине, не голодал. А в Украине, где пшеница родит больше всего, там больше всего потерь. Это какой-то нонсенс. Как это вообще? Забирали, ага, жрали. С Урала везли, из Казахстана везли. Все сами, все ели. Что ели? В Москве, да? Получается так, в Москве, Санкт-Петербурге. А черные доски, знаете, что такое? В Сибири везли еще. В Сибири же тоже никто не умер, да ведь? В Сибири еще везли. Черные доски, знаете, что такое? Кто? Черные доски. Доски? В газете правда. Черные доски регулярно выходили. Это элемент агитационно-пропагандистской работы в СССР в 20-30-е годы. Что это? Это представляли собой списки, которые опубликовались в газетах. Где там списки сел, районов, которые не выполнили нормы. В Украине это считается административно-репрессивным средством коллективного наказания сельского населения. Стал один из причин голода моря. На Дону еще такое же было. А почему в газетах правда ничего не писалось? Вот про голод на Дону, голод в Украине, голод в Казахстане. Почему ничего не писали? Сволочи. На Урале, по Волжье. Почему не писали-то? Говорю же, сволочи. Кто сволочи? Ну, тот, кто не писал. Ну, в газете правда писали про то, что американские фермеры голодают, но не писали, что советские фермеры, точнее не фермеры, а крестьянин голодают. Американские газеты писали, что в Союзе голодают, а у них нет. Да. Не писали, что и в них голодают, и в Советском Союзе голодают. Только в Советском Союзе не просто голодают, а им нарочно не дают хлеба, при том, что видят, что они погибают. И за это еще репрессируют, и за это еще наказывают. Ну, сволочи, короче. Поэтому у вас ни одного памятника Ленина нет. Я надеюсь, что уже ни одного действительно нет. Надеюсь. Мне кажется, что где-то, может быть, еще остались. Победили. Победили голод. Но мы не ставим памятники Сталину, как вы сейчас. Чувашии, в находке. Больше ста памятников Сталину поставили за 20 лет. Мы такого не делаем, потому что это очевидная героизация тирана. Который миллионы жертв принес за всю свою деятельность. Что хорошего сделал Сталин за время своего правления? Кроме голодомора, я имею в виду. Умер. О, браво. Это самое достойное его. Хотя он сам этого не хотел. Поэтому, наверное, даже это можно исключить. А еще что-нибудь знаете про него? Я знаю про то, что как жестоко наказывали тех, кто хотел получить хотя бы что-то поесть. Вот что я знаю. В Хироки Корамию читал. Вы повторяться начинаете. Не, не повторяться. Это Хироки Корамия. Это Хироки еще раз. Еще раз. Это Хироки Корамия. Я же обсуждаю тему голодомора. Ну, мы же достойно дошли. Да, давайте так. Давайте так. Мы не будем винить одного какого-то Сталина, потому что это тоже глупо. Мы должны винить всю, в принципе, систему власти в России, как такую, которая была еще с времен Ивана Грозного. Потому что голодомор – это явление чисто 20 века. Голодомор применялся к жителям Новгородской республики в 1570 году при Новгородском погроме, где погибли десятки тысяч. Просто ри*** даже. Еще и Казань. Казань. Время такое, видите, неспокойное было. Да, потому что Сталин, что? Он считал Грозного кумиром своим. Вот потому эти следствия связаны. О, вовольная книга у него была. Иван Грозный, да? Как у него судебная система-то называлась у Ивана Грозного, не помните? Я знаю, что делали опричники по описаниям Шлихтинга Альберта, когда нельзя было купить даже жалкого яйца вообще нигде в округе. Никто не позволял новгородцам хоть как-то выжить. Они в результате ели, только они занимались, солили в бочках. Но потом, что Сталин даже этих утих, ой, Сталин, извиняюсь, Грозный, даже этих утих, кто ел утих. То есть смысл этого покорения народа таким образом, его волю, своими... К Ленинграде тоже плохо к каннибалам относились. Да, только Ленинград не был вызван тем, что специально своя же, своя же как бы власть советская, сама ленинградцев принуждала к голоданию. Это было следствием войны. Это разновесие. Очень много сил прилагалось для того, чтобы нивелировать этот голод. Видите, как к Ленинграду относились? Пытались нивелировать. А в Украине наоборот? А в Украине наоборот не давали. А в Украине наоборот не давали. Сделали дорогу жизни, а в мирное время Украину, матушку, Украину... Какую еще матушку, я не понял. Как такая? Урал, батюшка, Украина, матушка. Это откуда такой бредни вы услышали? А сам только что придумал. Понятно. Я вам просто чувствую только что сказать. Так давайте про Сталина закончим все-таки. А что мне про Сталина? Мне интересно то, в чем смысл угрожать свой же народ. Так я же вам сказал. То есть Россия, понимаете, Россия применяет тактику эту не единожды. Я вам навел новгородцев просто как первый известный пример, который записан в источниках. А потом в 18 веке к этой же методике подались Башкорты, когда в 1735 году восстали против Московского царства. Который Пугачев, что ли? Нет, это не Пугачев. Это не Салават. Это раньше. В 1735-1940 году было тоже большое. Был Кирилл и Телкилев. Это полковник и сотник. Телкилев отличался особой жестокостью. Он палил там свыше 50 деревень. Он спалил вместе с жителями в амбарах. Это прям как нацелетные веки. Так Телкилев в 18-м. Кого воевал-то я не понял? Против царя или против своего же народа? Нет, это предводители Российской империи. Они пошли подавлять восстание Башкорта. Подавляли восстание, вы имеете в виду? Да, они Башкорта подавляли, да. И вот к Башкортам применили тактику голода. Как раз Телкилев применил тактику голода. Таким образом, это один из методов подавления восстания. Мне неинтересен. Это вообще неинтересно. Неинтересен. Потому что это не относится к нашей, к сожалению, от части общества. всей истории. Потому что Карфаген не был в Российской империи. Карфаген существовал при Римской империи. Мир вообще нет нигде. Мир крутится вокруг Россиюшки. У вас какие-то проблемы? Я извиняюсь. Вообще никаких. У вас поведение интересное. Я думаю, может вам все-таки где-то сходить к доктору, там может обратиться. Да я был уже, знаете, меня сколько раз уже отправляли. Не помогло, значит, нужно еще раз ходить. Потому что такое поведение неадекватно. Неадекватно. Понимаете? Неадекватно просто. Конечно, конечно. Ну да. Вы-то сама адекватность. Вы-то зачем себя позорите, я не понимаю? С какой целью, типа? Давайте про Сталина закончим. А, вы не хотите обсуждать тему голода моря? Меня не Сталини интересует. Дело, понимаете, в чем? Что в России сначала хвалят чисто царя, чисто его там вождем делают, там просто, не знаю, просто смыслом жизни, покровителем своим. А потом делают из него главного виновника в этом всем. Но на самом деле не обращаюсь, что вся политика, вся политика, политики Московского царства, Российской империи, Советского Союза, неважно в каком веке, она одинаковая. Потому что во времена Кавказских войн, во времена Кавказских войн, ну так дело в том, что это приводит к современным событиям. Что в современном мире повторяются те же ошибки, потому что они не учатся. Потому что российскому народу плевать, собственно, на эти ошибки. Откровенно. В учебниках по истории России за 10 класс всего два абзаца про Голодомор, который почти 10 миллионов загубил. И абсолютно, абсолютно никого не волнует, почему там два абзаца. Вот в России не считают Голодомор, именно поэтому ему внимания не уделяют. Ну, не уделяют внимания, а потом повторяют те же жестокости в современном мире. Какие? В России сейчас голода нет. В России сейчас голода нет. А украинские военнопленные, как к этому вообще относятся? Они голодуют? Конечно. Бедологи. Не повезло им. Не повезло им оказаться рядом, жить с Россией. Вообще никому не повезло, кто оказался жить с Россией, мне так кажется. Вот смотрите, украинские военнопленные и послепленные. Это современные реалии. Вот почему это все нужно регулярно обсуждать и тыкать прямо в нос. Потому что это приводит к современным страшным событиям, к войнам, к геноцидам и так дальше. Вот у нас российские военнопленные в Украине. Вот украинские военнопленные в России. Вот, собственно, разница. Понимаете? Так что... Так что нет, тут подборки... Тут очень много таких людей. Просто... Я не сомневаюсь в этом. Не сомневаетесь. Не сомневаетесь. Не сомневаетесь в том, что чеченцев также поддавали таким же вещам, как и украинцев, как и башкортов, как новгородцев. Это в каком году? Как казахов. Это во времена Кавказских войн Ермола в своих воспоминаниях писал. Олег. А что они-то делали с россиянами? Что они делали? На своей земле? При чем здесь своя земля? Это все равно, что сейчас спросить, что украинцы делают с россиянами, когда те приходят на их землю и уничтожают их города. Что они могут делать? Чеченцы зачем в Дагестан приходили? А, так они сами виноваты или что? Я не говорю, что они виноваты. Но они делали то же самое, что и делали... Кто что делает? Где мне про это прочитать? Почитайте. Где? Просто так война... Где мне почитать? Где мне почитать? Но так война туда не приходит. Да, ее начинает царь, которая и поддерживается волей народа. Поэтому вторая чеченская кампания после того, как зашли в Дагестан некоторые бандочки... А напомните, когда Кавказские войны начались вообще? В 800-х годах. В конкретном каком году? В конкретно не помню. В 1817-м. А при чем здесь вторая чеченская кампания? Вторая чеченская? Вдруг... Так при чем она здесь? Я вам говорю за 19-й век, как применял Ермолов тактику голода к... Я вам пример привел. Так это неудачный пример. Он не подходит сюда. Не подходит. Так же, как Екатерина решила захватить Крым по причине того, что оттуда совершались набеги. А, потому что угрожали. Границы защищали, да? Границы защищали. Люди уводились в плен. Люди потом эти выкупались в российские перейти. НАТО расширялось. НАТО, НАТО, да? НАТО расширялось. НАТО расширялось. Угрожали границам России. И поэтому они пошли, вынуждены были защитить собственные границы. Правильно? Все как в современном мире. В принципе. Подговорка хорошая. Именно так. А факт в том, что был захват, были депортации, был винацид. И прекрасно бы сидели, разговаривали и торговали бы между собой эти приграничные регионы. Но ведь нет. Лучше набегами грабить. А где мне про это прочитать? Почитайте историю. Какую? Екатерина Великой. Какую именно? Вот эти русско-турецкие воины. Как работа называется историческая? Историка, какую мне прочитать? Вы же умнейший человек. Я в вас не сомневаюсь. Не, я в вас просто, вы утверждаете что-то. Скажите, на какой источник вы посылаетесь, когда это говорите? На историю я ссылаюсь. На историю? Да. Понятно. Я вот посылаюсь на источник. Сборник императорского русского исторического общества. За 1867-1916 года. 148 том. Значит, бумаги графа Арсения Андреевича Закаревского. 1890 года. Том 73. 1817 год. Ермолов. Страница 210. Он пишет... А вы про касказ пивойны опять что-ли? Я ж не закончил. Соберу посеянный ими хлеб и целую зиму не позволю им пасти свой скот на плоскости. Продовольствие срещу народов, называющихся приязненными нам мирными. Это злые мошенники под личиною друзей. Вот собственно, что он пишет про чеченцев. Дальше он пишет... Значит, в нынешнем году не успел я занять всей служи. А в будущем некоторые из деревень, которые называются мирными и которые делят нам ужасный вред, получат благосклонное приглашение удалиться в горы и оставить прекраснейшие земли свою в пользу стесненных казаков наших и верных нам и добрых ногайцев около кизляра живущих. Кстати, добрых ногайцев за 30 лет до этого их депортировали под проводом Суворова. То есть ногайцам было такое же, в принципе, тактика проведена. Вот вернейший план, которого я, если бы держались мои предместники, давно бы мы были покойные на линии. То есть и так он пишет, пишет, постоянно упоминает, что методом того, что он заберет, не даст им хлеб собирать, методом голода, методом выжигания лесов он это добьется. Вот вам конкретный источник, а вы меня конкретного источника абсолютно не привели. Поэтому я сомневаюсь в ваших утверждениях, точнее они пропагандические. Вот и все. Хорошо. Я не против, сомневайтесь. Да. Я вам рекомендую Хаджимуру от почитателя Толстого, главу 15. И там он подписывает все отношение чеченцев к таким освобождениям, защищениям и тому подобное. А если недостаточно, почитайте Дмитрия Владимировича Овсянеку, а в 2014 году статья у него вышла к вопросу о роли исламского фактора в военно-политическом бытии в Чечне. Там как раз таки тоже будет дополнение хорошее. Очень много, ага, написано. Очень много умных людей писали. Очень много умных вещей. Ну да. Вот собственно то, что как вообще нужно объяснять какие-то вещи. Если вы не умеете лучше, не говорите пропагандические тезисы, про охрану границ и тому подобные оборудования. Мы знаем, чем это всегда заканчивается. С захватом полным, абсолютным геноцидом народа и потом его поглощением. Этим пытается империя. Как и в современном мире. Надо устранять угрозы, надо просто-напросто. Чем сейчас Россия занимается? Угрозы устраняли. А в чем угроза, кстати? Угроза? Угроза существования была даже. Существования России? Да. А как она там выражалась, эта угроза? Ой, очень разная. И очень много таких вот моментов. А как вы представляете, что после этих параз должно было произойти? Какие? Страшные. А много? В 2013 году, например. В 2013? Сколько-то человек погибло. Где? В Украине. Когда? В 2013 году. Ну конкретно, какие события там такие были в 2013 году? По-моему, в декабре месяце это было. И там еще что-то. Небесную сотню, почитайте. Там очень интересные эти. Небесная сотня, это украинские революционеры, которые погибли за свободу своей страны. Русские здесь ни при чем. Я говорю, вы же за угрозу России говорите. Я говорю, кто там, кто там, как там Украина угрозила Россию? А кто сказал, что они не русские-то? Она как, собралась идти захватывать всю Россию или что? Кто, Украина? До Дальнего Востока или до Москвы? Куда Украина собиралась дойти? А, да, до куда дойдет? Вот попытались до Курчатова дойти. А чем дойти собирались, скажите? Чем? Да. Пишет рапом. Ну, если Крым взяли без боя, чем они собирались до Москвы доходить, эти злые бандеровцы? Крым без боя? Ну как же, Украина ж не смогла никак противостоять захвату Крыма, потому что не было армии. Так как она собиралась тогда на Москвите? Так она и не шла тогда. А чё ж, она же угрожала России-то. Вы же сами сказали. Вы сами себе противоречите уже. Почему я-то противоречу? Вот смотрите, в 14-м году... Это жертва пропаганды называется. При чём здесь 14-й? Я говорю, в 13-м году кто-то угрожал России. А в 13-м году и не было ничего. Ага. Понятно. А вы только что мне рассказывали, что было. Вы вообще запутались. Вы уже в собственном марне запутались. Вы уже в собственном марне запутались, понимаете? Уже дальше некуда, понимаете? Там пропаганда на 13-м году не работает. Вот всё, что начинается с 14-м. А в 13-м ничего не было. Представляете? А как вы в это... В сотню-то попал, если он в 13-м году погиб? Чего? Как он в сотню-то попал, если в 13-м году погиб? Да, у вас высшего пилота замерялась. Я вам всё чувствую очень сильно, честно. Я вам, знаете, что? Очень рекомендую, наконец, ещё на 10-м, почитать ещё про тактику террора голодом такого народа, как Адыги, которых депортировали с Кавказа. Больше миллиона человек попало в Турцию. Сейчас они находятся в Инстанции. Фактически народ и знания, которые постоянно выдвигают резолюцию о признании этого геноцидом. И вот Дороздова Ивана, почитайте. Там он пишет про... Подождите, помедленнее давайте я записываю. Записывайте. Последняя борьба с горцами на Западном Кавказе. Кавказский сборник, том 2, страница 548. Тысячу... Давай поэто, помедленнее. 1877 год. Это раз. Второй. Это Адольф Берже. Это так название? Да-да. Последняя борьба с горцами. Второй. Это Адольф Петрович Берже. 1883 год. Выселение горцев с Кавказа. Русская сторона. Том 33. Январь. Страница 170. Тоже описывает, как действовали русские власти, русские освободители, которые защищали границы, как обычно. Ну и в 2000 году еще вышла работа «Кавказ, земля и кровь. Россия в Кавказской войне 19 века». Яков Аркадьевич Гордин. Кавказ и что? Кавказ, земля и кровь. Россия в Кавказской войне 19 века. Земля и кровь, да? Да. Россия в Кавказской войне 19 века. Яков Аркадьевич Гордин. Советский-российский историк, писатель, публицист и так дальше. Гордин. Страница 249-250. Тут он напоминает одновременно, что эта тактика к Башкор, там применялась, к адыгам и к, собственно, украинцам. Потом уже при Сталине. Так что эти все вещи связаны. В принципе, знаете, судя по вашему поведению, у меня вопросов нет. У вас есть? Нет, берегите себя. Ага. Один твій лайк – це 10 новых глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в Телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Субтитрувальниця Оля Шор